Только цели одновременно на нашем мониторе мы еще не видели, заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Так он прокомментировал самый массированный российский обстрел в территории Украины с момента начала полномасштабного российского вторжения. Вновь мы видим кадры разрушенных роддомов, разрушенных торговых центров, разрушенных жилых домов. Россия вновь запускает ракеты по мирным городам Украины. Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, России вообще не важно. Гигантская террористическая атака, военное преступление за военным преступлением, которое нацелено лишь на одно, запугать жителей Украины. Показать им, что Россия планирует их уничтожить и ни перед чем не остановится. Эта атака – это лишнее напоминание тем, кто рассуждает о том, как можно переговариваться с Владимиром Путиным, и что на самом деле Владимир Путин хочет переговоров, а не продолжения войны. Это напоминание тем западным политикам, которые с умным видом говорят, что времени еще много и можно отложить выделение помощи на январь, февраль, а то еще на какой-нибудь месяц. А то и вовсе не выделять больше помощи Украине, потому что ну и так же ситуация на фронте патовая, пусть она такой и остается. Это напоминание всем тем, кто решил, что сейчас хорошее время для внутриполитических междоусобных склок в самой Украине, или время пообсуждать, а не стоит ли сдастся России, ведь возможно Россия не мечтает уничтожить Украину, а возможно у Путина какие-нибудь ограниченные планы, там исключительно Донбассом или еще чем-нибудь. Это напоминание всем о том, что Россия никуда не делась, о том, что Россия все то же государство с тем же диктатором во главе, которое уничтожает мирные города Украины и выпускает по ним ракеты. То, что это происходит сейчас гораздо реже, чем раньше, обусловлено не тем, что снизилась мотивация, а тем, что снизились возможности, ресурсы. Россия копила ракеты больше полутора месяцев для того, чтобы нанести этот массированный масштабный удар, для того, чтобы вновь напомнить, что Россия уничтожает украинские города, для того, чтобы вновь попробовать запугать украинских граждан. Если бы у России было больше ракет, если бы у России было такое производство, о котором оно мечтает, то каждый день бы такое количество ракет прилетало по городам Украины, уничтожая жилые дома, медицинские учреждения и торговые центры. Что это было? Что за ракеты применялись? По каким объектам стреляла Россия и куда попало? Как сработала украинская ПВО? И стоит ли в дальнейшем в ближайшее время ждать новых обстрелов от России? Об этом мы с вами сегодня и поговорим. В этом видео вы можете поддержать его распространение лайком, комментарием, подпиской. Можете, собственно, поддержать канал на Патреоне. По выражению того же Игната, Россия использовала все, кроме калибров. Это ракеты морского базирования, в том числе использовала гиперзвуковые кинжалы, другие крылатые баллистические авиационные ракеты. На 14.00 известно о 15 погибших, 75 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину. Это все данные МВД Украины, но очевидно, эти числа будут расти, потому что еще разбираются завалы, а атака действительно была беспрецедентна. Это действительно самая большая атака на всем протяжении полномасштабного вторжения, которое ведет Россия. На данный момент больше всего пострадавших 23 человека в Киеве. В столице в результате ракетного обстрела погиб один человек. Его тело спасатели достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе города. Мэр города Виталий Кричко сообщал, что спасателям удалось достать еще одного пострадавшего из-под завалов этого склада. Больше всего погибших 5 человек в Днепре. Пострадавших в результате обстрела больше 20. В Одесской области двое погибших и 15 раненых. В Харьковской, Львовской и Запорожской областях по одному погибшему и десятки пострадавших. О катастрофе высказался и Зеленский. Родильный дом, учебные заведения, торговые центры, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале. Кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101 и Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено. Большая часть сбита, написал Зеленский. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары, и мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому дому, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть. И именно так будет, написал Владимир Зеленский. Вообще, нужно сказать, что, конечно, расчет России здесь понятен не до конца. Если вы посмотрите и видеозаписи, и фотографии прилетов, вы увидите, что практически не зафиксировано поражение каких-либо военных объектов. Нет вторичных детонаций. И даже же с российской стороны нет громких заявлений о том, что поражен, не знаю, какой-нибудь склад, аэродром, еще что-нибудь. Нет, Z-каналы отдельно там что-то пытаются выдумывать. Говорят, а вот здесь по слухам, значит, что-то где-то, какая-то база. Но мы уже много раз сталкивались с тем, что их сообщение о поражении того или иного объекта оказывается просто исключительно фейком. Ну, как недавно, помните, удары по аэродрому Староконстантинов якобы, которые вывели там чуть ли не все самолеты из строя, уничтожили какой-то бункер с офицерами НАТО. А на практике оказалось, что это все фуфел, потому что с этого самого Староконстантинова взлетали Су-24М, которые уничтожили российский большой десантный корабль Новочеркасска, груженный какими-то то ли шахедами, то ли артиллерийскими боеприпасами. Эта атака, она скорее наоборот, решимость Украины укрепит. Ну, то есть цель понятна, цель России запугать Украину. Ну, уничтожить как можно больше мирных граждан, теплоэлектростанций и прочее. Мы уже видели это все прошлой зимой. И да, конечно, Россия в очередной раз будет рассказывать, что мы высокоточным оружием стреляли только по военным объектам, но уже все давно знают, что это работает совершенно не так. Иногда случайно, иногда специально Россия попадает по жилым объектам, по гражданским объектам. Более того, мы даже знаем механику того, как это происходит. Ну, то есть какому-то человеку надо выслужиться внутри российской военной иерархии. И он рассказывает, что видите парковку, а вот там танки на самом деле стоят. Доказывать он это, конечно же, не будет. Передает вверх по начальству, и в итоге туда летит ракета. И потом все отчитываются, смотрите, мы уничтожили склад с танками, парковку с танками или что-нибудь такое. Мы этого видели десятки раз. Однако пока массив видеозаписи показывает исключительно прилеты по гражданским объектам, которые серьезно пострадали. Есть погибшие, пострадавшие среди мирного населения. И это тот самый террор, который Россия продолжает. Но, скорее всего, эффект, которого Россия пытается достигнуть, будет обратным. Мы видим, что наоборот. Когда Россия не обстреливала ракетами Киев и другие города Украины, запускала шахеды, которые Украина научилась довольно эффективно сбивать, то как раз вот в эти моменты начинались всякие разговоры внутри Украины, что, а может быть, вот надо как-то по-другому, как-то снижалась поддержка, пошли там всякие слухи и рассуждения о том, что там залужный против Зеленского, еще что-нибудь такое. Запад, опять же, снизил свою поддержку и помощь. Украине вообще довольно сложно. Вот в каком контексте. Мы это обсуждали когда-то с Михаилом Подолеком, что Украине нельзя быть слишком сильной. То есть слишком сильной хотелось бы, чтобы она была. Но когда она становится слишком сильной, то Запад начинает меньше ей помогать. Это влияет не только на западных политиков, но в том числе и на западное население. Ну, например, они видят, как Украина громит российские войска. И говорят, так Украина без нас справляется, что мы будем свои деньги на это тратить. Или западные политики, которые видят, как, опять же, Украина громит российские войска. Говорят, так надо поменьше им помогать, а то они еще до Кремля дойдут, Россия развалится. И что мы с этим потом будем всем делать? Не хотим эскалации, может говорить западный политик. Поэтому, к сожалению, когда Украина была там на пике своей мощи с точки зрения уничтожения российских войск, значит, вот эта вот интенция со стороны Запада к помощи, она встретила некоторое количество проволочек. В итоге, сейчас на линии фронта паритет, но как будто бы многие забыли, за что сражается Украина. Не за Зеленского, не за Залужного. Украина сражается за своих граждан, за то, чтобы не перестать существовать, за то, чтобы Украина как государство вообще сохранилась. Потому что Россия пытается уничтожить все. И Киев, и Львов, и все, что угодно. Захватить Одессу, захватить Николаев. Планы России никуда не делись. Планы Владимира Путина все еще здесь. Любая попытка найти в словах Владимира Путина, в его каких-то жестах, или среди каких-то его людей в окружении, приметы того, что Владимир Путин хочет какого-то мира, это не более чем больший thinking. Потому что многие хотят, чтобы, да, конечно, все хотят, чтобы вот завтра прям все закончилось. Чтобы не было больше убийств, чтобы не было ничего. Но мы видим по действиям России, что ничего не поменялось. И очередная гигантская, масштабная, ужасающая атака, которая забрала жизни людей, которая сделала многих инвалидами, она лишь подтверждает это. И именно сейчас и украинцы, и Запад вспомнят, что на самом деле угроза экзистенциальная. Что это не вопрос каких-то конкретных территорий, там Крыма, Донбасса и далее. Это вопрос существования государства. И Россия напоминает об этом. Россия напоминает, что она террористическое, фашистское, оккупационное государство, которое пришло в Украину, чтобы ее уничтожить. И летящие по жилым домам ракеты, уничтожающие роддома взрывы. Это яркое напоминание тому, что речь идет не о чьей-то, там, я не знаю, желании продемонстрировать, унизить Путина, еще что-нибудь такое. Нет, речь идет исключительно о выживании. Поэтому мне кажется, что расчет России не сработает. Украинцев не удастся запугать и этой зимой. Наоборот, сейчас они вновь сплотятся и вновь покажут России, что они не являются теми людьми, которых можно запугать. Но давайте чуть подробнее о самом обстреле. Подробности рассказал главком ВСУ Залужный. Он рассказал, как развивалась российская ракетная атака по украинским городам. По его словам, в ночь на 29 декабря Россия традиционно атаковала шахедами северного и юго-восточного направлений, выпустив в общей сложности 36 ударных беспилотников. Около трех часов ночи по местному времени Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики, 18 самолетов. К шести утра Ту-95МС выпустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55. Из Курской области Россия атаковала около пяти утра с применением дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Они выпустили восемь крылатых ракет Х-22 и Х-32 в направлении северных и центральных регионов. По Харькову Россия ударила зенитными ракетами С-300. Всего противник выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории С-300, С-400, Искандер-М из Крыма, Курской и Белгородских областей. В 6.30 утра ВСУ зафиксировали взлет пяти истребителей МиГ-31К, которые выпустили из Астраханской области пять ракет «Кинжал». Также с истребителей Су-35 Россия запустила четыре противорадиолокационных ракеты Х-31П и одну Х-59. По предварительным данным ВСУ за ночь Россия применила против Украины в общей сложности 158 ракет и беспилотников. Украинским военным удалось сбить 27 беспилотников и 87 крылатых ракет. То есть, это действительно самая масштабная атака России за все время этой войны, которую мы наблюдали. Причем, обратите внимание на время, в которое атака проводилась. Если Украина старается бить по России в ночное время суток, по крайней мере, беспилотниками, то здесь мы видим, что Россия наносила свои удары в том числе и ранним утром, когда люди идут на работу в последний рабочий день, скорее всего. И, собственно, поэтому так много есть видеозаписей, прилетов и всего остального. Да, потому что действительно Россия била в то время, когда люди во многом на улице. Давайте посмотрим конкретнее, что происходило в конкретных городах. Начнем с Киева. В четырех районах столицы есть разрушение от падения обломков сбитых ракет. По данным властей, в Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений, в Святошинском районе пожар в многоэтажном жилом доме, а в Шевченковском районе несколько человек слегли из-под завалов на складе. В Дорницком районе пострадал жилой дом. Взрывом также было повреждено здание станции метро Лукьяновская, которая работала как бомбоубежище. Станция уже возобновила работу. Львов. Один человек погиб во Львове. Пострадавших в городе насчитывается по меньшей мере 15. Жилой дом на улице Хаткевича. Из ракетного удара один человек погиб, трое раненых, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Александр Садовой опубликовал в Телеграме фотографии, подтверждающие, что от ракетного удара по Львову пострадали три школы и детский сад. По данным мэра, всего были повреждено 10 зданий. Утренний ракетный удар был нанесен после ночной атаки дронов, которые сбивали на подлете к центру города, передавал корреспондент BBC. По данным Козицкого, в атаке было задействовано 14 беспилотников типа «Шахет». Сбить удалось только 8. Были попадания в одной из предприятий во Львове. Какое, власти не уточняют. Харьков. В результате ударов по Харькову погиб мужчина около 35 лет, заявил глава областной военной администрации Алексей Негубов. 8 человек получили ранения. Медики оказывают помощь на месте, писал он в своем телеграм-канале. Есть подтверждения гражданской инфраструктуры, медучреждения, склады, гражданские предприятия. Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех волнах массированных ракетных обстрелов. Сначала произошло по меньшей мере 6 взрывов, затем еще по меньшей мере 4 прилета. Потом началась третья волна. По данным властей, город обстрелили двумя видами ракет С-300 и Х-22. Всего в Харькове было нанесено 22 удара по разным районам города, подсчитал Терехов. Одесса. В Одессе погибли два человека, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. Еще 15 человек, по его данным, получили ранения, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Ракетный удар по городу внесен после ночной атаки дронов. Ночью Кипер сообщал, что обломками сбитого беспилотника была повреждена многоэтажка. В ней начался пожар. Днепр и Запорожье. Пять человек погибли в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В городе Днепр в результате атаки загорелся один из торговых центров. Города подтвердил Лысак. Также был сильно поврежден роддом, как писали СМИ, в здании выбиты окна. Все находившиеся там успели перейти в укрытие, отмечало издание Бабель. Глава МВД в свою очередь уточнил, что помощь спасателей потребовалась четырем пациенткам роддома, в которые было попадание. Город Запорожье также попал под обстрел. Власти сообщают о погибшей женщине и десяти пострадавших. Целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра. Написал в Телеграме глава областной военной администрации Юрий Малашко. Россияне, к сожалению, радуются прилетам. Не только Зет-каналы, которые гыгытует и говорят это вам за то, это вам за это, постят фотографии торговых центров и радуются прилетам по торговому центру, даже не пытаясь сделать вид, что в этом торговом центре были размещены какие-либо военные объекты. Но радуются и обычные россияне. В Телеграм-каналах в комментариях довольно много злорадства. Причем радуются не просто ударом, но и конкретно ударом по роддомам. В этом смысле, конечно, надо понимать, что это нерепрезентативно. Конечно, мы не знаем, по одному, двум, десяти, пятидесяти комментариям нельзя судить. Но, тем не менее, конечно, это такая довольно показательная и характерная черта, которая лишь будет раскручивать спираль ненависти. Мы неоднократно про эту спираль говорили с Русланом Левиевым, больше в контексте военных, но, безусловно, со стороны гражданских это тоже будет менять ситуацию. Будет иное отношение к происходящему, иное отношение к тем или иным ударам. До недавнего времени, да и вообще до сих пор, когда Украина бьет, например, по Донецку, по Белгородской области, запускает беспилотники в Брянск и прочее, мы видим, что жертв практически нет. Жертвами являются только те, кто действительно работает на оборонку, те, кто задействован в военной сфере. Ну, то есть, комбатанты или приближенные, приравненные к ним люди. Среди гражданских жертв от украинских атак, по крайней мере, по территории России, почти не бывает. И, конечно, все это может измениться в любой момент. Конечно, могут быть ответки, что называется, такого же характера, тоже с обстрелом жилых домов, жилых кварталов и всего прочего. Я надеюсь, что этого не случится, но каждый раз, каждое такое, каждое такое выступление России, каждая такая атака, которая уносит жизни гражданских, безусловно, это еще один шажок к тому, чтобы и Украина перестала себя сдерживать в отношении России. Это должны понимать те самые люди, которые пишут, а, как хорошо, как здорово, что вот прилетело по жилым домам в Украине. Ваш дом буквально может быть следующим. Помимо прочего, в результате этой атаки случилась еще одна вещь, а именно, какая-то российская ракета, очевидно, попала на территорию Польши. Президент Польши созвал срочное совещание на данный момент. В воздушном пространстве Польши заметили неопознанный объект, который прилетел со стороны Украины. Об этом сообщили вооруженные силы страны. За ним наблюдали по радарам с момента пересечения границы вплоть до потери сигнала. СМИ сообщают, что предположительно ракета упала недалеко от Вожуча в Тамашувском Повете. Это, опять же, в очередной раз демонстрирует западным странам, что война это не что-то ограниченное, это не что-то, что точно вот останется в том месте, где она идет. Что война может дойти и до них. Сейчас, собственно, как раз Польша сказала, что там приведено в боевую готовность какие-то подразделения и прочее. Чем дольше будет эта война, чем шире она будет распространяться, чем больше Владимир Путин будет думать, что он побеждает или оставаться безнаказанным, чем больше авторитарных лидеров будут видеть безнаказанность своего коллеги в попытке уничтожения другой страны, тем выше будут риски разрастания и эскалации. Эскалация это не следствие усиления Украины и, значит, победы Украины в этой войне. Наоборот, чем дольше нет этой победы, тем выше будет эскалация, потому что диктаторы понимают только язык сил и с ними невозможно договариваться. И действуют они подло против правил и в том числе террористическими методами, как сейчас Россия, которая перед самым Новым годом решила ударить по всем городам Украины, по многим городам Украины, по мирным городам, по мирным объектам, по обычной гражданской инфраструктуре, а то и по жилым домам. Конечно, кто-то может сказать, что там жилые дома, в некоторые из них, по крайней мере, прилетают, потому что Украина сбивает российские ракеты. Да, потому что Россия запускает свои ракеты по украинским городам. Россия может этого не делать и не вести эту войну. Какие бы рассуждения не были в вашей голове, любое действие в этой войне это прямое следствие действия России, Россия ведет преступную войну, Россия вторглась на территорию другого государства и Россия уничтожает там людей. Уничтожает солдатами, уничтожает ракетами, уничтожает во всех возможных вариантов. Поэтому Россия должна быть остановлена. Этот обстрел, это чудовищная трагедия. Я соболезную семьям погибших и я желаю скорейшего выздоровления пострадавших. Но этот ракетный обстрел должен всем напомнить, что происходит. Кто является врагом Украины? Кто является врагом современной Европы? Кто является врагом Соединенных Штатов? Кто является врагом мировой безопасности? Им является Россия. Россия с ее террористическими методами, Россия с ее неуважением к правилам ведения войны, Россия с путинскими непомерными амбициями, которые никуда не делись и которые будут пытаться их реализовать. Россия это угроза, Россия это смерть и не только для Украины, но в будущем и для остальной Европы. Поэтому очень важно, чтобы из этого обстрела все извлекли правильный вывод. Вывод о том, что Россию надо останавливать, что пора заканчивать все эти рассуждения Орбан, не Орбан, еще что-нибудь. Нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Ну и давайте напоследок поговорим о том, как отработала украинское ПВО. В целом, опять же, ну скорее об этом можно будет увереннее говорить, когда мы увидим уже результаты обстрелов, то есть есть ли какие-то попадания по военным объектам, есть ли какие-то попадания по складам, есть ли с боеприпасами, например, то есть как мы это можем узнать? Мы это можем узнать, если появятся какие-то видеозаписи со вторичной детонацией. Мы это сможем узнать с помощью спутниковых снимков. Пока, естественно, любому слову, что российскому Министерству обороны, что Z-каналам мы не верим, но просто потому что они все время врут, они выдумывают цифры. Я напомню, что по данным Министерства обороны России корабльного Черкаска все еще поврежден, а не уничтожен, то есть там от него осталось просто расплавленное кусок железяки в воде. Вот это, по мнению Министерства обороны, поврежден. Поэтому, конечно, никакого доверия к Министерству обороны нет, и поэтому нам сложно пока сказать, какой именно масштаб разрушений. Но, в целом, украинское ПВО столкнулось с самой массированной атакой с российской стороны. И пока это не повлияло на отключение электроэнергии, на какие-то блок-ауты, мы не видим массовых ударов по критически важным объектам, да, мы видим, к сожалению, погибших и пострадавших, и это ужасно, абсолютно. Но если мы цинично взглянем на результаты атаки, беспрецедентной атаки России, на которой было потрачено огромное количество средств, и для которой Россия месяцами накапливала свой ракетный потенциал, то мы увидим, что серьезных ударов по обороноспособности Украины не уничтожены системы ПВО, то есть, мы не видим, чтобы действительно был нанесен какой-нибудь существенный ущерб боеспособности ВСУ. Зато мы видим, что был нанесен существенный ущерб просто гражданским объектам. Это как раз террористическая тактика. Это как раз и есть тактика условного Хамаса. И с Россией они довольно близки не только по своему взаимодействию, но и с точки зрения своего мировосприятия и стратегии ведения войны. Теперь, что будет дальше? Ну, худший сценарий это если Россия сможет поддерживать такие атаки в ежедневном режиме. Если Россия действительно накопила больше ракет, ну, большое количество ракет и сможет в ближайшее время, там, я не знаю, ближайшие две недели беспрерывно каждую ночь наносить такие атаки, проводить такие атаки по украинской территории. Предсказать заранее будет это или нет проблематично, потому что непонятно действительно какой объем ракет есть у российской страны, но в любом случае то расходование, ради которого это все применяется, пока не выглядит целесообразным. То есть пока мы не видим с военной опять же точки зрения, пока мы не видим каких-то возможностей, которых Россия могла бы с помощью этого добиться, ну, кроме разве что сплочения украинской нации и, соответственно, окончания всех выгодных для России перетолков и обсуждений по поводу того, там, переговоры, не переговоры, поддержка, не поддержка. И, собственно, те решения, которые принимает Россия, напоминает на решение прошлого года, когда Россия решила попробовать оставить Украину без света, но у России ничего не получилось, а Украина, наоборот, сплотилась еще сильнее. В любом случае, будем надеяться, что как можно меньше будет таких обстрелов, как можно эффективнее будет работать украинская система ПВО, которая в данном случае отработала довольно неплохо, то есть сбито большое количество летящих, в том числе, ракет, и, опять же, сами системы ПВО при этом не повреждены. В общем, действительно, такой черный день для всего мира, да, потому что чудовищная трагедия, осуществленная руками российской страны, и будем надеяться, что Украине удастся и выстоять, и в дальнейшем сделать невозможными такие атаки, ну и в конце концов победить, потому что враг, который выступает против Украины, Владимир Путин, Россия, ставят своей целью уничтожение Украины, ни у кого не должно быть по этому поводу иллюзий, ни у украинцев, ни у европейцев, ни у россиян, которые не согласны с действиями России и в целом, и в данной конкретной войне в особенности. Ну а с вами был Майкл Наки, спасибо, что посмотрели до конца, там поставили лайк или что-нибудь такое, увидимся с вами уже завтра, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok